Всем привет, это Варлорд. Сегодня видео посвящено китайским аналогам. Здесь будет что-то хорошее и что-то очень плохое. В общем, мы с вами посмеемся над чем-то плохим и, может быть, удивимся тому, что что-то из подделок может реально быть годным. Начнем с чего-то очень плохого. Фигурки Сити, Пинба и здесь четыре отдельные фигурки. Ну, я не знаю, если они на коробке выглядят плохо, то что будет внутри, это вопрос. Только что я уже открывал, заглянул и там есть на что посмотреть, к сожалению. Вот так выглядят они. Давайте смотреть с номера один. Итак, кто здесь? 60 рублей цена такой фигурки. Хотя в своей печати я это видел за 150 рублей. Невероятно. Фигурка смотрится сомнительно, за исключением пояса, который более-менее и его как-то использовать можно. Но сам по себе персонаж очень странный. У него неестественный цвет лица. По костюму он скорее похож на рабочего. Так что, ну, довольно странный персонаж. Двигаемся дальше. Это еще не самое худшее. Номер два. Ну, нормальный, более-менее. Ремень с какими-то фишками, который, ну да, еле-еле, но нацепился на эту фигурку. Он просто ужасно токсичный по краскам. Также его голова, ну, опять же, лицо смотрится безумно странно. Тут вообще жесть какая-то. И по поводу аксессуаров. Здесь просто огромный, наверное, это гаечный ключ. Серебряный, неплохой. И также неплохая рация в серебряном цвете. В общем, аксессуар у фигурки лучше, чем сама фигурка. И да, не дает ремень полностью закрепить торс. И поэтому будет происходить такая фигня. Смотрите. Оп. И он отлетает отсюда. Номер четыре. Итак. Здесь смешно. Изображение женщины на коробке. Хоть и страшной, но женщины. Что мы получаем в итоге? Мужчину. Ой, как это все странно выглядит. Безумно просто. И если мы приглядимся к фигурке. К аксессуарам. Головному убору. То... Оп. Это точно такая же фигурка, как и предыдущая. То есть это обман. И это безумно плохо. Ну, разве что лучше соединяется. Ну, все равно отвратительно. Я ждал вот эту страшную женщину, чтобы мы с вами посмеялись. А тут не менее страшный мужчина, да еще и повторный. Да уж. Итак, четвертая. Четвертая. На коробке выглядит вполне себе. А внутри... Он весь покоцанный. Но это, наверное... Да не наверное. Это точно самая такая бывалая фигурка. Такое чувство, как какое-то животное ее успело пожевать. Плохо смотрится. Глаза вообще почти черные. Тут посмотрите. Ну, никаких сход, собственно, нет. Ну, кроме этого, жилета и странные аксессуары. Ну, вот в общем-то и все. Мы посмотрели на темную сторону китайских подделок. Теперь надо немного осветлить это видео. И поэтому мы перемещаемся к золотому Майнкрафту. Что звучит ужасно плохо. Но только звучит. На деле-то все не так плохо. Два наборчика. 250 рублей, но я переплатил. По идее, можно купить дешевле. Я видел за 700 4. Это два таких наборчика. Всего их 4 в серии. И можно собрать сборную такую шахту. После того, что мы видели с фигурками, это смотрится необычно. Но, как правило, доверять таким штукам я не рекомендую. Лучше проверять. Мини-фигурки золотые. 73 детали в этом наборе, 74 в этом. И это леле. Итак, начнем мы с фигурок. Сразу смотрим на две фигурки. Одна из них золотая с добавлением синего цвета. Другая золотая с добавлением красного. По сравнению с тем, что мы видели, выглядит неплохо. Нормально по меркам Китая. Я считаю, и правда нормально. Принты более-менее, как мы помним, и в Майнкрафте, и официальном Лего. Какие-то странные потертости тоже встречаются. А здесь еще и золотой цвет. Который в Лего большая редкость. В качестве аксессуаров у фигурок есть золотая кирка и золотой топор. Но аксессуары практически от Лего не отличаются. Да даже если два положить, я бы не сразу догадался. Разве что по надписи Лего. В общем, неплохо. Наборчики. Начнем мы с этого. На мой взгляд, более логично. Служит он чем-то вроде входа в шахту. Есть калитка, которая открывается. Наверху мы видим что-то вроде дизайнерского такого элемента. То есть кирка закреплена, как символ того, что здесь что-то добывают. И этот элемент поднимается и опускается. В таком состоянии лучше всего от входа только название. Потому что фигурка сюда с трудом пролезет и никуда не пройдет. Все-таки это чисто внешне смотрится, да, более-менее как вход. По бокам есть два дизайнерских элемента. Такие вот детали мне запомнились по серии Чима верхние. Вот конкретно вот эти детали вообще смотрятся странно. За счет того, что здесь они ни к чему не цепляются. Очень неаккуратно. Но этот набор крут тем, что деталей неплохого качества, а золотых деталей в Лего мало. И поэтому это можно купить чисто на детали. За эту цену 73 золотых детали. Не знал, что я такое скажу про Китай. Рекомендовать к покупке могу. Ну если, конечно, вы очень хотите получить золотые детали, а то, что это не оригинал, вам вы на это внимание особо не обращаете. Вторая модель. Имеются детали паутины Лего. Только они здесь золотого цвета. Ну, я говорю паутина, они много где использованы, но это у меня ассоциации. Ну а где-то я читал описание, что это паутина, которую сплел паук. Очень вряд ли он плетет золотую паутину, хотя если все в этом наборе золото, уже более-менее логично. Модель, к сожалению, довольно плохо устойчива. Странно она как-то смотрится в этом положении. Тем не менее, здесь создается эффект того, что все это заколочено. Внутри хранится золотой кристалл, который можно забросить туда, по идее, через вот эту штуку. Видите? Создается даже эффект какой-то функции. То есть вы прокручиваете, и кристалл падает туда. И впоследствии, оп, открываем паутину, можем его достать. Ну а так они хранятся там, и их нужно добывать. Кстати говоря, в этом наборе как раз фигурка, она с киркой. Некоторые элементы в постройке подвижны. Например, боковые. Можно их поднимать, можно их опускать. Верхний элемент, как раз который служит механизмом, вращается. Здесь использованы детали двух как раз этих золотых паутин. И также сзади есть элемент, который поднимается и опускается. По инструкции сказано, что их можно совмещать. Что из этого на деле выходит? Честно говоря, пока не совсем понял. Может, докуплю эти два набора и посмотрю. Пишите, как вам тема. На мой взгляд, Сити ужасно. А вот это уже мне более-менее зашло. Обязательно поддерживайте видео лайком. Пишите, хотите ли еще подобное увидеть на канале. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok